Дорогие друзья, сегодня мы подходим к следующей неделе Великого Поста, Святой Великой Четыридесятницы. Мы вспоминаем преподобного Иоанна Лествичника. Мы вспоминаем игумена горы Синайской, который жил в VI веке и оставил свое бессмертное удивительное произведение о борьбе со страстями. Оно называется «Лествица». «Лествица» значит «лестница». Когда-то библейский патриарх Иаков, будучи в изгнании, увидел во время своего странствия чудесное видение. Он увидел лестницу, которая соединяет небо и землю. И по этой лестнице сходят и не сходят ангелы Божии. И вот в память об этом событии, живший спустя много веков преподобный Иоанн, подвижник Синайского полуострова, игумен Синайского монастыря, и составил вот это свое замечательное произведение. «Лествица» — это путь, путь от земли к небесам, путь, который должен пройти каждый человек. Господь, как мы говорили в прошлый раз, умер за нас на кресте, исполнив обетование, то есть Он сделал все необходимое для нашего спасения. Он разрушил средостение греха между Богом и человеком. Но спасение зависит не только от Господа, оно зависит и от нас, зависит от нашей свободной воли. Потому что свободная воля — это один из моментов образа Божия в человеке. Поэтому для того, чтобы обрести Бога, требуется не только Его 10 шагов навстречу, но и хотя бы наш один встречный шаг. Тогда эта встреча происходит. И вот преподобный Иоанн, как бы беря нас за руку, предлагает пройти все вот эти ступени совершенства, начиная с самых простых, с осознания своих грехов, с покаяния и заканчивая целомудрием, сосредоточенностью, созерцанием вечной славы. И поэтому так полезно вне Великого Поста обратиться к этому бессмертному произведению и еще и еще раз перелистывать эти удивительные страницы. В евангельском чтении в неделю преподобного Иоанна Лествичника мы слышим повествование об отце бесноватого отрока, который обратился к апостолам с просьбой исцелить несчастного сына. И они ничего не смогли сделать. И тогда они позвали своего учителя, Христа Спасителя. И Господь, укорив учеников, исцелил отрока, укорил он их за маловерие, потому что они не имели еще той степени совершенства веры, которая должна быть у каждого последователя Христа. И Господь добавил, сей же род изгоняется молитвой и постом. Что это значит? Это значит, что поистине в мире есть злая воля. Злая воля, которая мучает человека. И сколько бы человечество не предпринимало различных усилий, благодаря переустройству окружающей жизни, если это переустройство происходит без Божьего участия, если человек рассчитывает только на свои силы, то такой человек оказывается всегда в проигрыше. Ибо эта злая воля, она является волей дьявольской. И Господь предлагает нам от этого рабства избавиться. Как? С одной стороны, Он, как Спаситель, побеждает лукавого, но с другой стороны, здесь необходимо и наше участие. Наше участие через воздержание, наше участие через умение управлять самим собой, через умение отсекать всякую грязь, которая приходит в нашу душу еще в самом зародыше, не давая ей пустить корни. И тогда две воли, божественная и человеческая, они соединяются и переплавляют ветхого человека, позволяя ему родиться в жизнь вечную, позволяя ему стать поистине христианином. И вот преподобный Иоанн Лествичник является для нас таким примером. Это не только учитель, но это и ученик, который прилежно исполнил все то, что заповедовал Господь. И плодами его святости, плодами его близости к Господу, мы до сих пор пользуемся, мы до сих пор можем, схватившись как бы за край его мантии, двигаться вслед за ним, пройдя тот сложный и ответственный путь, который проходит каждый подвижник и который должен пройти каждый из нас в той или иной степени, в том звании, в том состоянии, в том времени, в которое он живет. Аминь. КОНЕЦ Продолжение следует...